Он ехал просить, да, в увеличении добычи, причем резком увеличении добычи, на которую просто август Каравия не способна. Запланировано было увеличение добычи с 11 миллионов баррелей в сутки до 12, причем до конца года. Они согласились повысить до 13, значит, с 12 до 13, понятно, да, на 50% само увеличение. При этом его еще надо 3 августа согласовать в рамках переговоров ОПЕК+. ОПЕК+, это, соответственно, ОПЕК+, Россия, вы понимаете. А еще не факт, что ОПЕК+, одобрит это повышение, и саудиты не скажут, ну, не ж могла, понимаете. Такое тоже возможно, потому что обещание Мухаммед бен Сальман, наследный принц Саудовской Аравии, не давал. Он сказал, мы попробуем, мы постараемся и так далее. Ну, там еще много было интересных таких символических невербальных моментов. И наши средства массовой информации сравнивают протокол приема Владимира Владимировича, когда он приезжал в гости к королю с официальным визитом в Эрлият. Он жил в одном из королевских дворцов, а это означает, косвенно его домой пригласили. В любой стране приглашение к себе домой, это демонстрация, косвенная демонстрация доверия, понятно, да. То есть, жил он не в гостинице, а он жил в одном из королевских дворцов, то есть дома у короля. Вот, это важно. Даже Трамп жил, соответственно, в отеле. И Байден тем более сейчас жил в отеле. Второе, наследный принц Бен Сальман не просто пожимал Путину руку, что тоже невербальные всякие моменты, они важны вот эти символические. А там был вот такой вот жест очень интересный, вот эта открытая ладонь, которая означает, мы с тобой братья. То есть, ну, жесты у разных народов разные означают, поэтому надо быть очень осторожным. Вот, с Байденом, как вы бы знаете, они так вот кулаками. Что означает этот кулак в арабском мире и в Саудовской Аравии? Вот такой вот закрытый кулак, он означает, я от тебя защищаюсь. Символика. А с другой стороны, все-таки так или иначе, не более-менее светские, я имею в виду представители власти, хоть и в Саудовской Аравии, а сейчас, после начала коронавирусной эпидемии, все так здороваются. Может быть, это просто конспирология, нет? Ну, извините, Байден летал в Израиль, там он пожимал руку. Значит, там никакого ковида, а в Саудовской Аравии сплошно ковид, как это нелепость, согласитесь. Если бы он в Израиле бы сделал, тогда да, тогда я бы согласилась, что он боится заболеть ковидом и прочее. Но это же не так. Продолжение следует...